Добрый вечер. Я работаю в Финском инновационном университете на кафедре высокопроизводительных учреждений технологий и систем, это общий научный факультет. И наш университет тесно сотрудничает с компанией NVIDIA, с разработчиками видеокарт и графических процессоров, как часто их называют. И мы являемся центром компетенции в области обучения, исследований с использованием графических процессоров для решения серьезных тяжелых научно-технических задач. Поэтому я хочу рассказать вам немного о высокопроизводительных учреждениях и графических процессоров. И рассмотрим мы в основном это направление на примере графических процессоров компании NVIDIA. Для начала немного теории, ее будет не так много, но без нее никуда. Как вообще измеряется производительность современных учреждительных систем, современных процессоров? Для этого принято использовать термом пиковая производительность. Здесь также реальная производительность, которая получается при выполнении реальных приложений. Пиковая производительность это то, на что способна система в теории при условии подозрительных учреждений всех ее учреждений. Но сейчас мы поговорим о производительности процессоров, о производительности центральных процессоров и о производительности графических процессоров. Ведем специальный термом, это floating point operation per second, это значит от количества операций с вещественными числами, которые с тем может выполнять в единицу времени. И понятно, что современные компьютеры давно уже вышли за пределы выполнения нескольких хлопсов. Они выполняют на данный момент миллионы, миллиарды операций в единицу времени. Поэтому используются такие величины, как мегафлопсы, гигафлопсы, тераплопсы и даже петафлопсы. Этот хлопс — это, соответственно, 10-15 степеней операций в единицу времени. Такие системы на данный момент существуют. Как вычислить производительность, если мы говорим о каком-то конкретном процессе? Нужно знать всего лишь три величины. Это его тактовая частота, это количество операций, которые может выполнять один лидро или один процессор, если этот процессор на ядер за единицу времени, за секунду. Ну и если у нас система состоит из множества ядер и процессоров, мы просто умножаем полученные произведения еще дополнительно на количество этих ядер или процессоров. Давайте посмотрим, какой производительностью обладал первый, один из первых компьютеров лучшего назначения, система Ядер американская, и компьютер, который можно всего не купить в магазине, компьютер на базе процессора Intel Core i7, ну и рассмотрим также компьютер, который можно было купить в магазине, когда я учился в университете в 2014 году, на базе процессора Intel Core i7. Как вы видите, здесь у нас приводятся два ключевых параметра для каждой системы или для каждого процессора. Это тактовая частота и производительность. Видно, что за 60 лет с момента появления первых электронно-нечислительных машин тактовая частота кардинально выросла. Здесь можно говорить об увеличении тактовой частоты в миллионы раз. И именно рост тактовой частоты служил основным драйвером роста производительности вычислительных систем в прошлом веке. Вы можете заметить, что производительность увеличилась больше, чем тактовая частота. Эти успехи получены за счет развития архитектуры вычислительных систем, в том числе внедрения и параллельной обработки данных внутри отдельного процессора. Но вот этот процессор Intel Pentium 4, который был популярен 10 лет назад, он был одноядерным. Хотя он мог выполнять две операции за такт, но он состоял только из одного экрана. Это был фактически последний одноядерный процессор компании Intel. Дальше и компания Intel, и другие разработчики процессоров, они пошли в сторону наращиваемого количества ядер, то есть в сторону многоядерности. И если посмотреть на современные процессоры, то вы увидите там несколько ядер. Но на топовых моделях можно увидеть около 10 процессорных ядер. Причем каждое это ядер может выполнять уже не две операции за такт, а до 16 операций за такт. Это производится за счет внедрения, обработки векторов или векторизации. Таким образом, можно наблюдать, что в первое время развития центральных процессоров, выручительных систем в целом, в основном производительность наращивалась за счет роста тактовой частоты. Но около 10 лет назад мы вступили в эпоху параллельной обработки. И параллельная обработка вышла из мира суперкомпьютеров и вошла в мир персональных компьютеров. И у каждого в руках теперь, в принципе, находится небольшой суперкомпьютер, если сравнивать его с производительностью системы прошлого времени. Теперь перейдем к предмету нашего разговора, к графическим процессорам. Если один из топовых центральных процессоров, который был на предыдущем слайде, мог выполнять около полу-тераплопса, точнее имел производительность около полу-тераплопса, то, скажем, современная графическая карта GeForce, которую можно найти в системном блоке какого-либо геймера, обладает гораздо большей производительностью. Производительность этой карты составляет 3,5-тераплопса. Ну, здесь речь идет о выполнении операций с вещественными числами в одинальной точности, которые не очень активно используются при решении реальных прихватных задач, но, так или иначе, тоже востребованы. Если говорить про GeForce, то его производительность с операциями двойной точности гораздо меньше. Но, кроме GeForce, у компании NVIDIA, например, существует линейка профессиональной графической карты. Эти карты предназначены исключительно для вычислений, а не для визуализации. Например, карточка NVIDIA TESA K40, которая обладает уже пиковой производительностью при проведении операции с двойной точностью около полутора тераплопс, то есть в разы больше, чем может обрабатывать данные центральные процессы. За счет чего это достигается, в принципе, видно из этого слайда. В основном это достигается за счет той же самой многоядерности. И количество ядер в современных графических процессорах составляет от сотен ядер до тысяч ядер. То есть можно найти графические карты, которые имеют до трех тысяч ядер в настоящее время. Вообще многоядерность для графических процессоров появилась естественным образом, так как изначально эти вычислительные устройства предназначались для визуализации, то есть для обработки большого количества графической информации и для их отображения микрайной методы. Идеи параллельной обработки, в общем-то, были реализованы там с самого начала. Для сравнения я здесь привожу суперкомпьютер. Это большая система, которая была самой мощной в мире в конце 90-х годов. Производительность этой системы, построенной в Америке, составляла как раз чуть больше народа раковцев. То есть сейчас, по прошествии, можно сказать, чуть более чем 15 лет, мы имеем возможность считать с той же самой производительностью, с которой, скажем, наши родители и не мечтали считать. То есть такой производительности просто-напросто не было. У каждого она была сконцентрирована только в самых мощных, крупнейших суперкомпьютерных центрах. Соответственно, строили систему дорого, и потребляли они много инэнги, а сейчас это все можно разместить у нас на столе или под столом. Но на самом деле бурное развитие этого направления, использование графических процессов для вычислений, оно появилось, ну, в общем-то, тоже около 15 лет назад, в начале 2000-х годов, когда в различных университетах исследователи, они задумывались о возможности использования графических процессов для решения своих прикладных задач, а не для визуализации. Но сначала это было сопряжено с определенными трудностями, потому что не было технологий программирования графических процессов, предназначенных для реализации включительных алгоритмов в общем назначении. И эта проблема, она начала решаться в 2006 году, когда у компаний UVIDIA и у других компаний-производителей графических процессов появились свои технологии программирования, которые, в общем-то, стали удобны и понятны для тех, кто пишет, например, программы в языке C, C++ и других языках в СОК-УЛУ. Эта технология получила название PUDO. И вот здесь приведет слайд, который показывали в 2006 году представители компании NVIDIA кому-то, не знаю точно кому, убеждают то, что гофический процессор имеет смысл использовать для вычтения для вычтения общего назначения. Аргументы были следующие. Поддержка языкового высокого уровня благодаря технологии PUDO, поддержка вычтений в тот момент в одинаковой точности, то есть числами, которые представлены в 32 битах, в соответствии с определенным стандартом, которому соответствуют и центральные процессоры, а также большая производительность этих процессоров. В итоге технология PUDO, которая расшифровывается как компьютер-нифайд-девайс-архитетчер, стала достаточно популярной. Эта технология, это фактически не просто технология программирования, это архитектура. Она описывает устройства в графических процессорах компании NVIDIA, и она предлагает инструменты разработки приложений для тех, кто хочет ускорить свои программы. И эту технологию на данный момент поддерживают уже множество языковых сроков уровня. Сама компания NVIDIA предлагает компиляторов, например, для языков C, C++ и в последнее время программ, но и другие языки тоже развиваются и могут использовать графические процессоры с помощью каких-то дополнительных прослой, библиотек и всего прочего. Вокруг этих технологий достаточно низкоуровневых появились уже готовые библиотеки, готовые прикладные пакеты, готовые решения, которые, в принципе, можно использовать, не углубляясь в технологии низкоуровневых, параллельных. Рассмотрим, как развивалась линейка графических процессоров с момента появления архитектуры Кудра. Первая архитектура получила кодовое название Тесла и Тесла также обозначили, этим словом обозначили линейку профессиональных категорических карт для проведения вычислений. Это, например, Тесла К-40, которая была приведена на ранее на сайтах. Эта карточка не поддерживала вычисления в двойной точности, но поддерживала вычисления в одинальной точности в соответствии с определенным стандартом, принятым в мнении. В 2010 году появилась новая архитектура Ферми, в которой появилась поддержка двойной точности, причем эта поддержка, она появилась на достаточно высоком уровне. Производительность графических карт стала, как и для центральных процессоров, это привычно, в двойной точности всего лишь в два раза меньше, чем в одиннерной точности. Дальше графические процессоры шли по пути наращивания ядер, появилась архитектура Кепельс, появилась архитектура Максима, ну и вот следующая архитектура, которая ожидается в ближайшие годы, это архитектура Паскаль. Там будут использованы интересные, ожидается, что будут использованы интересные технологии, в том числе технологии 3D памяти. Посмотрим на графический процессор, как он выглядит, так скажем, в сверху. Гартический процессор, как вы уже поняли, состоит из большого количества ядер, но эти ядра, они структурированы в мультипроцессор. Справа вы видите один потоковый мультипроцессор, это карточка архитектуры Кепельс. И один такой мультипроцессор содержит 192 ядра. Эти ядра, они предназначены для выполнения вычлений в основной точности, также в мультипроцессоре есть блоки для выполнения вычлений в двойной точности и другие специальные блоки. Таких мультипроцессоров внутри одной графической карты можно быть как несколько, так и больше 10-15 мультипроцессоров для архитектуры Кепельс. То есть, в принципе, если вы видите разные карты, которые, возможно, стоят по-разному, то, скорее всего, там, ну, это карты, которые выпущены в одно и то же время, скорее всего, они отличаются в основном количестве мультипроцессоров. В связи с тем, что графические процессоры стали брать на себя часть функций центрального процессора, появилось появилось семейство гибридных впечатлительных систем. Это система, в которых есть два процессора на устройство мощных, центральный процессор и гибротечество. Причем в качестве центрального процессора могут использоваться как привычные нам процессоры семейства X86, так и какие-то другие, например, архитектуры Power, или Art. В чем заключается идея использования такой гибридной вочтутительной системы? Если мы запускаем приложение, в котором много независимых операций, то мы можем их перенести на графический процессор, воспользоваться большим количеством ядер, таким образом ускорить обработку и выполнение этих операций. Если у нас программа выполняется последовательно, то есть там нет никаких независимых параллельных операций, то, естественно, гибридная система нам не поможет. В то же время надо понимать, что графический процессор на данный момент является достаточно специализированным устройством и построить систему просто, состоящую из одного графического процессора, на данный момент возможно. И вот эти два процессора устройства, они работают, можно сказать, в тандеме, то есть центральный процессор выполняет те вещи, которые не может быть на графический процессор, а графический, в свою очередь, помогает центральному ускорить выполнение ресурсоемких операций, параллельных. Ну и программа строится соответствующим образом. Обычно в программе наблюдаются последовательные участки кода и параллельные. Неважно, с помощью какой технологии программирования графических процессоров программа написана, мы можем выделить участки кода, которых программа ведет себя последовательно, но те участки, в которых есть возможность применить распараллельные, мы их можем вынести для исполнения на графический процесс. И выполнение этих операций производится огромным количеством нитей. То есть здесь вот показано, что здесь у нас программа выполняется последовательно, потом параллельно, опять последовательно, заправлельно. Таких циклов может быть в программе достаточно много. Не буду сильно углубляться в архитектуру графических процессоров, а отмечу просто некоторые проблемы, связанные с использованием. И к чему нужно быть готовы. Во-первых, как вы знаете, графические карты, они устанавливаются в компьютеры через слоты PCI-Express. Слот PCI-Express — это специализированная машина, предназначенная для вывода, и она обладает определенной скоростью или правильно сказать пропускной способностью. Так вот, эта пропускная способность, она на самом деле значительно ниже, чем пропускная способность, которая... Есть, скажем так, 스� kamu, из которой центральным процессом может вытаскивать данные из оперативной памяти. На графическом процессоре тоже есть своя оперативная память. Она очень быстрая. Ее пропускная способность скорость, который центральный процессор может вытаскивать данные из оперативной памяти. На графическом процессоре тоже есть своя оперативная память. Она очень быстрая, ее пропускная способность в разы выше, чем пропускная способность обычной оперативной памяти. И поэтому получается, что вот этот интерфейс, который связывает между собой центральный графический процессор, это самое слабое место и самое слабое звено в этой системе. Если мы напишем программу так, что у нас много данных будет ходить в машине PCI-Express, то, скорее всего, он не ускорит наше вычисление, а просто и заменит. Второй момент связан с тем, что так как у нас графический процессор состоит из большого количества ядер, они должны быть загружены параллельными операциями. Ну, в принципе, об этом я уже сказал, если у нас нет этих параллельных операций, то есть нет возможности что-то распараллить, то и эти вычисления будут проходить совсем не быстрее, чем на центральном процессоре. Почему? Потому что одно или другое графического процессора, оно, по сути, слабее, оно медленнее, оно работает на более дисковой тактовой частоте, и мы, говоря, порядок на других случаях. Графические процессоры, как мощные ускорители вычислений, стали активно использоваться в мире суперкомпьютерных технологий, и если заглянуть в список самых мощных систем в мире, вы найдете там достаточно много систем, в основе которых используются как центральные, так и графические процессоры. Один из самых мощных суперкомпьютеров нашего времени – это система TITAN, которая стоит в американском научном центре. Она состоит из огромного количества процессоров, как центральных, так и графических, и ее производительность составляет около 20 петлопсов. Это у нас 2 на 10-16 стекеней операций в одной силе. Одна из первых систем, в которой появились графические процессоры и которая заняла лидирующие места в списке самых быстрых компьютеров – это китайская система Tianthe. Ее пиковая производительность в 5 раз меньше, и сейчас она находится уже на 24-м месте в списке самых быстрых компьютеров в мире. В России тоже есть такие системы, кстати говоря, в нашем университете есть такая система, но если говорить о самых мощных системах на базе графических процессоров, это два суперкомпьютера, установленные в Московском государственном университете. Первая система – ломоносок, которая обладает производительностью около двух петлопсов, и новая система, построенная с нуля под названием «Ломоносок-2», которая состоит из центральных географических процессоров и является самой быстрой в России страны на данный момент. Теперь несколько слов для тех, кто умеет программировать и заинтересован в том, чтобы ускорить свое предложение. Сделать это можно несколькими путями. Есть путь для тех, кто готов столкнуться с трудностями. Это путь самый низкоуровневый – использовать языки программирования, которые поддерживают архитектуру технологии CUDA. Хотя технология CUDA за то время, которое она существует, она очень сильно изменилась и она очень сильно упростилась. Но все равно, если рассматривать три этих подхода, это будет самый тяжелый, наверное, способ. Но этот способ, он, как всегда, дает самый лучший результат. То есть это максимальная производительность вашего приложения. Есть подход, который появился несколько позднее. Он тоже требует изменения программы, но совершенно незначительный. Можно ускорить приложение путем переноса вычислений на графический процессор с помощью специальной директивы. Немножко я об этом рассказал. Эта технология называется OpenACC. И путь для самых ленивых – это использование библиотек. Можно посмотреть, существуют ли готовые решения, предназначенные для того, чтобы реализовать вашу задачу. Решений, на самом деле, достаточно много. Какие-то из них открытые, какие-то коммерческие. Но зачастую можно вообще не связываться с программированием под графический процессор, а добавить вызовы сторонних библиотек, которые сами все это делают. Если говорить про OpenACC, это открытый стандарт, который развивается компанией в виде несколькими другими крупными компаниями из суперкомпьютерной области. Скоро этот стандарт будет поддерживаться, я надеюсь, полноценно в открытом линутсовом компиляторе свободно распространяемой PCC. Но на данный момент он поддерживается тремя компиляторами. Компанией BookTrain, PGI X. Причем эти компиляторы, они вообще говоря коммерческие, но для студентов и преподавателей надо компилятор PGI предоставляться бесплатно. В чем достоинство этого подхода? Ну вот здесь приведем некий фрагмент программ, в которой есть учительные циклы и мы хотим перенести их выполнение на графический процесс. Зачастую нам нужно добавить всего несколько строчек, несколько директив, которые подсказывают компилятору, что вот эти строчки исходного кода должны быть распараллельны. Если этот код достаточно простой, то подсказок нужно достаточно мало. Если код сложнее, то нужно дать больше информации компилятору, добавить несколько больше строк, несколько больше директив, но так или иначе это достаточно простая технология программирования, доступная много. И на данный момент она поддерживается для языков сиси плюс тус и партнер, то есть тех языков, которые традиционно используются для написания вычислительных приложений. Плюсов здесь достаточно много, как у любой технологии программирования с помощью директив. Вы в одной программе сохраняете как последовательный, так и параллельно. То есть в принципе эти директивы легко убрать, а можно их даже не убирать, а просто сказать компилятору, чтобы он их не интерпретировал, не воспринимал. И тогда ваша программа будет работать по старому, как и обычная последовательная программа. В заключение хочу привести примеры задач, которые решаются с использованием графических процессоров. Это на самом деле всего лишь фрагменты тех задач, которые на самом деле в мире уже переложены на гибридные системы. Но вот традиционная задача для больших суперкомпьютеров – это моделирование климата, моделирование погоды. Наш российский гибридцентр использует большую процессорную вычислительную систему. В других странах делается то же самое. Причем предсказания осуществляются как на подсрочных, так и на долгосрочных периодах. И эта задача требует большого количества учительных ресурсов. Но в Японии традиционно решаются задачи, связанные с изменением климата, с моделированием цунами, с моделированием сейсмической активности. И у них есть соответствующие успехи применения графических процессоров для решения своих задач. Вот другая задача – это восстановление трехмерных моделей головного мозга по результатам томографии. Тоже успешно решается с помощью геологических процессоров. Внизу приведены иллюстрации тех задач, которые решаются в нашем университете. И нам удалось ускорить их решение с помощью геологических процессоров. Одна из задач – это построение геологических моделей. В этой задачи, на самом деле, очень много вычислений. И благодаря тому, что многие вычисления могут выполняться параллельно, задача очень хорошо вложиться в ингредиентную систему с массивными параллельными процессорами. В этой задачи, на самом деле, на основе небольшого количества информации о том, что из себя представляет пласт, восстанавливаются свойства на больших объемах этого пласта. То есть, здесь речь идет о сотнях километров пласта, который разрабатывается, из которого добывается нефть. И эти характеристики нужны для того, чтобы спрогнозировать в дальнейшем, например, какой будет уровень добычи нефти, какую выбрать технологию разработки и так далее. Вторая задача, которую мы успешно ускорили, – это моделирование процесса линейной SWAPI-DAVING, о которой любят рассказывать Сергей Гванов. Мы решали ее в разных пакетах в нашем университете, в том числе в пакете CONESUS CONVENSIS. Этот пакет уже несколько лет поддерживает расчетные графические процессы, и, соответственно, нам удалось несколько раз ускорить проведение мучителей. Ну и вот одна новая задача, которой начали заниматься недавно, она связана с расчетом структуры молекулярных соединений. Здесь приведено соединение на основе комплекса кетозана. Вот это изображение, оно получено в результате квантово-химического расчета в пакете CONESUS CONVENSIS, который заточен только под графические процессоры. Он написан был не так давно, и разработчики изначально решили писать свою программу под графические процессоры линейки. Недавно мы сравнивали, сколько времени заняло бы решение этой задачи на обычных центральных процессорах. Правда, при сравнении мы использовали другой пакет, потому что врачи не поддерживают расчеты на обычных процессорах. Ну и получилось, что ускорение составляет около пятидесяти раз. На этом у меня все. Готовы ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ